1 ноября в Пензенской области завершится навигационный сезон. Пока же судовладельцам напоминают о тех новшествах, которые вступили в силу с этого года. Они и облегчат жизнь, и позволят сэкономить деньги тем, у кого в собственности плавсредства с объемом двигателя менее 10 лошадиных сил. Если раньше можно было снять маломерное судно только лишь при его утрате, либо после того, как произошла процедура продажи, то сейчас маломерное судно можно снять по заявлению для того, чтобы не платить налог. Все течет, все меняется, в том числе и размер штрафа закупания в неположенных местах. Законопроект об ужесточении наказания поддержали депутаты законодательного собрания региона на сентябрьской сессии. Если раньше сумма составляла от 100 до 500 рублей, то уже с нового сезона будет от 1000 до 3000. Возможно, эта мера воздействия на отдыхающих на береговой линии позволит снизить число трагических случаев на воде. К сожалению, в период купального сезона 2023 года с водоемом в Пенинской области извлечен 21 погибший, среди которых, к сожалению, пятеро детей. В региональном управлении МЧС говорят, что не только штрафами нужно дисциплинировать население, но и повышать культуру отдыха у воды. Должны быть созданы безопасные условия для купания на водоемах. Декларации по организации пляжной инфраструктуры муниципальными органами у нас так и не поступили со стороны города Пензы, Исинского района, Каменского, Кузнецкого, Наровчатского, Патиламского, Пенинского и Шемешевского районов. Поэтому представителям органов местного самоуправления некоторых муниципальных образований есть над чем работать.